Чем хуже, тем лучше. Эту фразу очень любил использовать в своих романах известный писатель с белорусскими корнями Фёдор Достоевский. «Мы не потеряем, а напротив всплывем», – уверяет один из его героев, желавший, чтобы ситуация в стране ухудшилась. На то она и классика, чтобы веками оставаться актуальной. И в наше время есть те, кто действует по принципу «чем хуже, тем лучше». Это они. Каждый день с нетерпением ждут свежую статистику по коронавирусу от Минздрава, надеясь, что она ухудшится. Сообщения о том, что Беларусь по количеству заболевших обошла некоторых соседей, без устали постят и не устают об этом повторять сотни медиаресурсов. Мол, Беларусь с населением в 9,5 миллионов обгоняет Польшу, где живет почти 40 миллионов, и Украину, где около 42 миллионов жителей. Но ни в одном из этих громких заголовков про заболевших нет ключевого слова – выявленных. Врачи всех передовых стран мира уже много раз говорили, число заболевших коронавирусом априорик гораздо выше, чем по официальной статистике. И чем больше в конкретном государстве делают тестов, тем больше выявляют заболевших. Есть такие страны, где вообще не делают этот анализ. И по статистике там нет никого с коронавирусом, но это не значит, что люди им не болеют. Именно поэтому все авторитетные институты прежде всего обращают внимание на количество сделанных тестов, сколько их приходится на миллион жителей отдельной страны. Ну вот и давайте сравним. На каждый миллион белорусов сделали уже 37 тысяч тестов, на каждый миллион поляков – 16 тысяч, а в Украине – всего лишь 5 тысяч. То есть в процентном соотношении польские врачи проверяют своих граждан в 2,5 раза реже, чем белорусские. Украинские медики и вовсе сделали в 7 раз меньше тестов. Ну и о каком адекватном сравнении выявленных случаев здесь вообще можно рассуждать. Уже давно понятно, что не вводившая строгий карантин Беларусь имеет примерно такой же процент заболевших, как и те, кто сидел в изоляции. Если у властей соседних стран есть смысл манипулировать цифрами, чтобы оправдаться перед своими гражданами, которых они лишали свободы, то зачем это делать белорусским же медиаресурсам? Зачем пытаться испортить имидж собственной страны? Достоявский на это уже ответил. Чтобы всплыть, когда с самого дна начнет подниматься грязь. Особенно усердствует вот этот телеграм-канал. Цепляется за любую соломинку. Это его очередное расследование в кавычках. На белорусском телевидении вышел сюжет о том, как профсоюзы Минской области привезли в помощь в одну из больниц. Но телеграммный Шерлок обнаружил, что на видео коробки со средствами индивидуальной защиты носят обратно в машину. И сделал вывод, что это все была показуха для картинки. На самом же деле профсоюзы разгрузились перед парадным входом. Но врачи сами попросили завести коробки на склад. Минская центральная районная больница – это не только этот корпус, который вы видите. У нас есть 34 учреждения амбулаторного приема и 6 учреждений оказания стационарной помощи. Складской и бухгалтерский учет, конечно, никто не отменял. Нам вручили здесь красиво. Не может каждое отделение приходить и без разбора собирать то, что привезли нам по спонсорской или гуманитарной помощи. Поэтому существует у нас тут склад. Он находится в 800 метрах отсюда, со стороны хозяйственных построек и гаражей. Поэтому для удобства, чтобы мы не носили эти тюки и медики руками, а занимались своим непосредственной работой, оказанием помощи, организация, которая привезла нам помощь, отвезла их на склад, в данном случае профсоюзная организация. Правоустанавливающие документы свои передали в бухгалтерию. Мелочь, но очень показательная. Какое может быть доверие к инсайдам и якобы секретным документам, которые этот блогер постоянно публикует, если он не смог выяснить причину в таком элементарном случае? Впрочем, ради справедливости заберу обратно свои слова о сравнении его с героем Достоевского. Как правило, персонажи у классика рано или поздно раскаивались. А здесь мы даже извинений вряд ли дождемся. Пытаясь подняться со дна таким образом, очень легко его пробить.